По возрасту они такие же, каким был участник войны Александр Любимов в 1941 году. 18-летний. В библиотеке студенты Поволжского государственного колледжа собрались, чтобы из первых уст узнать о войне. Тема лекции – парад 7 ноября. Александр Владимирович рассказывает, что Куйбышевский парад в начале Великой Отечественной войны был самым масштабным. Его приравнивали к стратегической операции. Весь мир смог увидеть боевую мощь Красной Армии. Принимал парад Лорошилов. Личность хорошо известная во всем мире. Прошли все рода войск, не только пехоты, но и на машинах проехали. На наших, отечественных. Газики и ЗИС-5, вот эти вот простенькие машины, но очень выносливые. Прошла артиллерия. И пролетело большое количество самолетов. События тех лет теперь ежегодно восстанавливаются на площади Куйбышева. С 2011 года проводится парад памяти по инициативе Дмитрия Азарова, который 10 лет назад был главой Самары. Юбилейный, десятый по счету парад обойдется без торжественного прохождения. Таковы противоэпидемические требования. Зато в режиме онлайн это будет всенародное парадное шествие. Свои программы участия готовят школы и вузы, колледжи и техникумы, музеи, театры и библиотеки. Мое детство жил пехотинцем, и я сама хочу в будущем продолжать защищать родину. И я думаю, что 7 ноября 1941 года парад был таким, чтобы подбодрить людей, чтобы Советский Союз мог выиграть эту войну. Исторические знания сегодня снова на пике популярности. Молодое поколение стремится понять современную ситуацию в мире. А для этого надо хорошо разбираться в прошлом. Сегодня есть много книг и научно-популярных фильмов. Но живое общение от сердца к сердцу особенно важно. Состоялась встреча с ветераном войны. Мне кажется, вот такие встречи, они больше дают знания в истории и понимание, насколько это важно. Ну и, конечно же, в такие встречи это еще возможность поблагодарить участников войны. Студенты получили дополнительные знания о военном параде в Куйбышеве 1941 года. Особую значимость этой лекции они осознают со временем, когда будут с гордостью рассказывать своим детям о том, что им довелось общаться с живым участником войны. Олег Зверев, Василий Колдашов. События.